Всем большой привет! И это третья часть видео о моих пустых баночках в августе. Подошел к концу ополаскиватель для полустирта от компании Листерин. Зеленый чай. Объем 250 мл. Хороший ополаскиватель. Я считаю его одним из самых лучших. Но он, конечно, термоядерный. Здесь, конечно, на вкус и цвет. Чередую его с какими-нибудь ополаскивателями попроще. Но как покупала, так и буду покупать. Нравится. У дочки подошла к концу жидкость для снятия лака. Покупала в магазине Фикс Прайс. Стоимость 55 рублей за объем 250 мл. Конкретно это идет укрепляющее. Девчонки, она идет с ацетоном. Кому это важно? Нас это не пугает. Ногтевая пластина не подсушена, не пересушена. Прекрасно снимает любой лак. Но с шиммерным, конечно, придется повозиться. Но дочке нравится. Как покупала, так, конечно, и буду покупать. Подошел к концу просто шикарный гель для душа от компании Диликея. Линеечка Бонжур Париж. Вот с такими классными макаронами. Эти макароны у меня были малиновые. Очень приятный аромат розового цвета, гелевой консистенции. Аромат малинки, еще раз повторяюсь, очень приятный. Слегка, может быть, химозный, девчонки, но не критично. Использовали с большим-большим удовольствием. Покупала в Улыбке Радуги. Кстати, там различные ароматы, поэтому каждый для себя найдет какой-то аромат по душе. Очень нравится. Тоже как покупала, так и буду покупать. Прямо с большим-большим удовольствием использовали. Подошел к концу антиперспирант Део спрей для ног от компании Живобио. Смелый шаг. Релаксация стоп, длительная свежесть, антигребковая защита. Но, к сожалению, ее проверить не могу. Кому интересно, почитайте, что нам здесь пишет производитель. Я покажу. И также хочу вам показать состав. В составе есть ментол. Поэтому дезодорант просто прекрасно охлаждает ножки. Наносила я его как на ступни, так и на голени. Если вам не нравятся растительные ароматы, и в том числе аромат чайного дерева, то по аромату вам этот дезодорант не понравится. Я отношусь к таким запахам вполне себе нормально. И поэтому использовала с огромным удовольствием. Девчонки, блаженство невероятное. Еще раз повторяюсь о том, что у компании Живобио очень крутые продукты. Все те, которые я использовала, мне безумно понравились. Планирую делать заказ и вам также советую. Под прошлым видео меня спросили, где можно купить эти продукты. Девочки, интернет-магазин Живобио. Просто забиваете в поисковике. И у них там еще куча новинок вышло. Так что обратите внимание, вещь классная. Безумно, безумно понравился. Но это просто действительно релакс. Чтобы далеко от подобного релакса не отходить, покажу вам крем Крио Актив для ног дренирующий от компании Лучикс. Сафора Японская. Объем 75 мл. Понравился мне этот крем. Он круто охлаждает ножки. Он снимает усталость. Все идеально в этом креме. Но если бы производитель нам бы не наврал бы здесь о том, что средство устраняет сосудистую сеточку. Вот все правда. Кроме этого. Ну это ужас какой-то. Вот да. Не люблю я, когда обманывают нас покупателей. Но, девчонки, крем хороший. Вы знаете, наверное, я его повторю. И вам также советую обратить на него внимание. После трудовой смены, после рабочей смены. Девчонки, просто отличное средство. Приятный аромат. Релакс просто обалденный. Да, понравился. Классный. Так, следующее, что я вам покажу. Это зубную пасту. Подошел к концу у нас рок с активной кальцией. Объем 75 мл. Классная зубная паста. Покупала и буду покупать. Но немножко, конечно, поднадоел. Хочется разнообразить. Вот. Ну, к сожалению, да, я говорила вам ранее, что мне стоматолог посоветовал использовать пасты с кальцием. Оказывается, их не так просто и найти. Да. Цена, конечно, не бюджетная. Но что делать, придется покупать. Потому что паста действительно, девчонки, стоит свою каждую затраченную копеечку. Ну, а что приятно, часто их можно встретить по каким-то акциям и выгодным предложениям. Очень мне понравилась вот такая паста. Очень неожиданно, кстати. Мама нашла у себя в запасах профилактическую зубную пасту от компании Фаберлик. Защита от зубного камня и налета. Объем 75 мл. Сроки годности поджимали, поэтому поставили в использование. Классная паста. Девчонки, вот действительно защищает от зубного камня и налета. Отлично освежает, отлично очищает. Использовали на утро. Шикарная паста. Я даже не ожидала. Ротовую полость не дерет. Да она вообще просто идеальная. Когда вернусь в Фаберлик, обязательно эту пасту закажу. У моей сестры подошла к концу зубная паста от Калгейт. Это максимальная защита от кариеса. Объем здесь 100 мл. У Наташи нет никаких проблем с бюджетными пастами от Калгейт. Я вам говорила ранее, что почему-то с бюджетной линейкой Калгейт в меня дружба не складывается. Мне дерет ротовую полость. У моей сестры никаких проблем нет. И они всей семьей этой пастой пользовались с большим удовольствием. Будут покупать и дальше. Цена очень-очень бюджетная. Дальше хочу вам показать крем для рук, который меня поразил по своему качеству. Который я однозначно буду покупать, несмотря на свои огромные запасы. Девочки, это даже разрезалочка. Компания Лепетит Марселье. Крем для рук, питание для очень сухой кожи. Он идет с маслом карите, сладкого миндаля и масло органового дерева. Органового дерева, простите. Объем 75 миллилитров. Использовала, девчонки, до конца. Прошу прощения, прервали. Использовала до конца аромат потрясающий. Он, конечно, зимний. Он сладкий, но он не приторный. Он не навязчивый. Девчонки, если производитель заявляет нам этот крем для рук как питательный, это действительно так. Очень понравился. Повторю обязательно. Это самый крутой питательный крем, который я вообще пробовала в своей жизни. На зиму он будет просто, ну, я не знаю, находкой. Девчонки, обратите внимание. Дальше. Крем для рук, который мне отдала сестра, потому что не смогла использовать. Это компания Ифраше. Олива и педигрен. Объем 50 миллилитров. Ей не понравился аромат. Она сказала, что он пахнет солеными огурцами. Ну, я с ней не согласна. Но мы все разные, правильно? Вот. Ну, да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне понравился. Кто-то говорит, что от компании Ифраше очень бестолковые продукты. Именно крема для рук. Я не согласна. Если их наносить в маленьком количестве, да, никакого там супер увлажнения, да, и минимум питания вы от них не увидите. Но я наношу перед сном довольно-таки толстым слоем. Даю ему впитаться, усесться. Это может быть минут 5-7. Девчонки, и на утро я стою с потрясающими мягкими ручками. Очень классные, вообще здорово. Подобный крем у меня есть в запасиках. Конечно, я этому очень рада. Еще один крем для рук, который я вам покажу. Точнее, это является даже баттером для рук. Покупала его сестра для себя в магазине «Подружка». Не буду коверкать. Название бренда не прочту. Заявлен как крем-масло для рук «Яблоко и манго». Объем 50 мл. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Достался он сестре по скидке всего лишь в 100 рублей. Сестра не смогла подружиться с ароматом. Нет, и все. У нее сразу начиналась головная боль. Поэтому она отдала маме. А маме крем этот очень понравился. Действительно, здесь чувствуется аромат и манго, и яблочко. Я не могу сказать, что это масло, это обычный крем. Вот, например, по качеству он намного уступает крему от «Лепетит Марселье». Намного, девчонки. Он не так сильно питает, не так сильно увлажняет. Ну, обычный, обычный, стандартный крем для рук. Но за 100 рублей можно его на самом деле купить, можно повторить, просто ради прикольной упаковки. Еще один крем для рук у меня здесь есть. Не могу его пока найти, поэтому нашла. Ну, естественно, это наши любимые бархатные ручки. Мы с мамой не объективны. Мы очень любим бархатные ручки слепой любовью. Заканчивала крем этот мама. Он защитный. По шкале троечка. Но троечку мы ему ставить не будем. Аромат потрясающий. И это действительно классный защитный крем. Поэтому так же, как покупали, так и будем покупать. Ну, я повторяюсь, мы любим бархатные ручки слепой любовью. Дальше хочу вам показать вот такую малышку. Это увлажняющий крем для лица с кокосовым молочком от 100 рецептов красоты. Я не знаю, какой здесь объем, но, наверное, может быть, 50 миллилитров. Вот с такой ложечкой. Крем шел в составе набора с мицеллярной водичкой. Кстати, он был зафольгирован. Очень приятный аромат кокоса. Использовала в период своего манго кокосового рая. Один раз нанесла его на лицо. В качестве крема для лица мне он так же понравился. Девчонки, он классно увлажняет кожу. Не жирнит. На утро встала не с жирным блином на лице. С увлажненной классной кожей аромат. Отдельная песня. Очень приятный аромат кокосика. Но очень, девчонки, в основном я его использовала на тело. Хватило мне его один раз на лицо нанести и один раз на тело. Но с большим-большим удовольствием. Крутой. Есть в запасе еще один такой кремушек. Я думаю, что следующая баночка пойдет точно только для лица. Покажу вам еще две малышки. Это баночки. Мои любимые баночки от Organic Kitchen. Бальзамчики для губ. Snow Queen. Это мой бальзам. Органическое масло мяты и свежий сок арктической малины. А это Дочкин. Хай Барби. Органическое розовое масло и свежий сок фуксии. Объем баночек 15 мл. Очень большой. Хватило их на очень долго. На год, девчонки. Ровно на год. Хай Барби пахнет жвачкой. Бубльгум. Очень классный. Основу Queen пахнет мятной жвачкой и еще очень здорово охлаждает губки. Бальзамчики по качеству отличные. Могу только посоветовать. Прекрасно снимают шелушение и залечивают губки. Девчонки, если бы не мои большие запасы, даже бальзамов для губ, я бы обязательно их повторила. Хотя, в принципе, мне кажется, что я их и так, и так точно повторю. Дальше хочу вам показать патчи под глазки. Это компания Petit Fee. Были у меня золотые гидрогелевые патчи под глазки. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Здесь их 60 штук. Покупала я их в магазине. Улыбка Радуги за сущие копейки. Почему? Потому что они были по красному ценечку, по сниженной цене. Плюс ко всему, я пришла 15 числа, от этого ценника было еще 15% скидки. И плюс ко всему, у меня еще были бонусы на карте. То есть эти патчи мне обошлись что-то в районе 450 рублей. Это просто отличная цена. Вы знаете, в моем использовании были патчи от компании из фолио с улиткой. И мне они вообще не понравились. Но не работали они на мне вообще никак. И я решила попробовать эти патчи. Все их так хвалят. Думаю, ну может быть, хоть они чудо сделают. Девчонки, и я это чудо увидела. Честно, я даже не ожидала. Коробочка, баночка, как обычная ложечка для удобства доставать патчи. И, в общем-то, заглушечка еще здесь у меня была. И вот так выглядит патч. Я их уже не достану, потому что эта баночка у меня закончилась в начале августа. В общем, они уже присохли. Приятный аромат. Девчонки, я их хранила в холодильнике. Эти патчи действительно творят чудеса. Аромат вообще, конечно, безумно приятный. Но я для себя нашла такой способ их применения. Я их подглазки использую не остреньким уголком в уголок глаза, да, во внутренний, а именно широким. И мне кажется, что в этом случае патчи работают в разы лучше. Безумно мне они понравились. Ну что я могу сказать? Буду искать какие-то акции, какие-то выгодные предложения, чтобы эти патчи повторить. Уж больно действительно именно меня произвели эффект. Шикарные девчонки, шикарные. Покажу вам две упаковочки патчи от компании Skinlight. Это мои любимые, но уже тканевые патчи. Они подходят также для носогубных складок. Снимают отечность и темные круги под глазками. 30 штук. Также храню в холодильнике. Девчонки на 50%. Все припухлости мне они снимают. А эти патчи, ну если в процентном соотношении, девчонки процентов на 70. Вообще отличные, шикарные. Но этим патчем я изменять не буду. Так же как покупала, так и буду покупать. Как бюджетная замена. Да, они работают очень хорошо. Также хочу вам показать вот такую сыворотку для лица. Это Energy Beauty. Покупала в магазине Fixed Price. Здесь 5 ампул по 2,5 мл. Я знаю, что не на всех сработала эта сыворотка, как на мне. Девчонки, честно, как говорится, посоветовала. Но она правда реально разглаживает мне все морщины на лице. У меня между бровей есть две морщинки. Но, видимо, очень много хмурюсь. Так вот, как будто утюгом прогладили. Я даже не постесняюсь вот так сказать. Отличная сыворотка. Последнее время в наших Fixed Price не вижу. Здесь вот такие вот ампулы я переливаю в емкость и храню все прям сразу. И храню эту сыворотку в холодильнике. Хватает надолго. Работает отлично. Но для меня это тоже просто своеобразный такой must-have. Буду искать, потому что, ну, это просто отлично. Отличный, отличный, девчонки, продукт. Так, дальше, что хочу вам показать. Еще одно чудо августа. Да, в августе меня много средств очень порадовало. В конце августа. Это уже пустые баночки конца августа. Не назову вам название производителя. Покупала я этот продукт в магазине Подружка. Его стоимость 99 рублей была. Но я купила за 15. Это гидрогелевый патч для ухода за областью шеи. До сих пор он даже влажный. И можете закидать меня тапками, но я его использовала два раза. Честно, можно было бы вообще, наверное, раза на четыре растянуть. Как это средство выглядит? Здесь две салфетки. И между салфетками как раз и лежит этот гидрогелевый патч. Извините, пожалуйста. Тонкая-тонкая пленочка. Вы наносите на шею указанное время. А потом снимаете, девочки. И кожа шеи помолодевшая, как у девочки. Я обалдела. У меня есть два залома на шее, девочки. Абсолютно разглаженная кожа шеи. Я даже не ожидала, что я когда-то увижу это чудо. Я просто поражена эффектом от этого патча. Просто поражена. Не знаю, где его искать, но я буду искать. Использовала с утра на 15-20 минут, девчонки, и шла на работу. До конца рабочего дня, мой конец рабочего дня, это полдвенадцатого, девчонки, разглаженная кожа шеи, ровная, красивая, подтянутая, молодая. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Безумно порадовал меня этот продукт. Буду искать, буду покупать. И вы знаете, даже если он очень дорогой, я его куплю, там, несколько штук, да, и буду использовать перед какими-нибудь важными мероприятиями. Потому что это действительно чудо. У меня даже девочки на работе заметили, что моя шея выглядит просто, ну, отлично. Ну, не иначе. Дальше хочу вам показать тканевые масочки, которые меня очень удивили. В этом месяце, точнее, в прошлом месяце, в августе, в конце. Вот эти маски меня просто поразили по качеству. Итак, первая маска от компании Skinlight с коллагеном и экстрактом морских водорослей. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Покупала в магазине Magnet Cosmetics за 39 рублей. Надо было купить больше. Хорошо, оставила вам показать лекала. Очень плотная, приятная ткань с потрясающим нежным ароматом. Классная. Девочки, эта маска творит чудеса. То же самое. Используют только перед какими-то важными мероприятиями. Действительно, увлажняет, омолаживает. Ну, на 100%. Девчонки, безумно понравилось. Есть еще одна такая в запасе, но буду использовать действительно перед каким-то важным мероприятием. Крутая маска, классная. Советую однозначно. Еще одна маска, которая меня поразила по своему эффекту. Точно так же, как и эта. Девочки, помолодела сразу же. Не буду коверкать. Название. Покажу вам, что здесь пишет. Производитель. Действительно, и разглаживает, и осветляет, и омолаживает. Покупала в магазине Улыбка Радуги. Что-то рублей может быть за 50. Также оставила вам лекало. Лекало хорошее. Аромат очень приятный. Девчонки, надо прикупить запасы. Однозначно. И действительно, используют только перед какими-то важными мероприятиями. И недавняя моя покупка от компании Вилента. Маска для лица и шеи. Упругость кожи 25+. Несмотря на то, что по возрасту я гораздо старше, девочки, эта маска сработала. Она действительно и тонизирует, и омолаживает. Также, кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. В этой маске все чудесно, кроме двух моментов. Ее надо смывать. Это раз. А второе. Мне не понравилось. Вот этот вот момент для шеи. Потому что он постоянно спадал. То есть с этой маской нужно лежать. Ходить с ней невозможно. Просто вот эта вот часть, она отклеивается. Вот так вот выглядит лекало. Лекало, в принципе, нормальное. Аромат, да, действительно такой растительный. Действительно, девочки, так пахнет джиншень. Еще раз повторяюсь, маски чудесные. Куплю обязательно. Это чудо. Действительно чудо. Бог с ним. Я даже прощу эту ужасную часть именно для шеи. Я прощу этой маске. Действительно, она работает супер. Просто супер. Еще одну маску мне показала, которая также достаточно классно сработала на лице моего ребенка. В начале августа. В начале августа у нас выдалась очень плохая погода. Было холодно, ветрено. И дочка у меня работала, раздавала листовки. Она обветрила себе лицо. Она пришла, а у нее прям шелушение. Девчонки, как будто она пришла зимой после лыж. Я обалдела. Тогда я достала маску от компании Эльскин. Это питательная маска. Молочный протеин. Вот с такой симпатичной зорькой. Почитайте, что здесь пишет производитель. И также я вам оставила здесь лекало. Приятный аромат. Вот такое лекало. Эту маску я покупала в магазине Home Market за 39 рублей. Девчонки, я, вы знаете, просто действительно поразилась. Вот остальные маски от Эльскин у меня была с коллагеном, какая-то лифтинг, там еще что-то. Мне они вообще не понравились. Они никакие. Они обычные. Они простые. Но эта маска зацепила, действительно зацепила, потому что за одно применение она абсолютно все шелушения и раздражения с лица моего ребенка убрала. Куплю обязательно в запасы. Еще раз повторяюсь, покупала в Home Market за 39 рублей. Буду покупать и дальше, чего и вам советую. Следующая маска, которая была в моем использовании, это Etude Organic Mojito. Тканевая маска для жирной комбинированной кожи. Я покупаю такие маски, чтобы их использовать во время тех моментов, когда на лице у нас появляется воспаление у меня или дочки. Прекрасно снимает воспаление. Девчонки, действительно маска довольно-таки неплохая. Здесь, как нам заявляет производитель 3D-лекала, и это действительно так. Немножко выпирает лобик, почему-то у меня он постоянно рвется, носик и подбородок. Действительно, девчонки помогают бороться со всеми неприятностями на лице. Я знаю, что она продается в магазине Fixed Price за 77 рублей, но я также в Home Market брала по 39. Увижу акцию, также куплю. И покажу вам последнюю масочку, которую мы использовали с дочкой вдвоем. Компания Etude Organic вот такая симпатичная Miss Rose. Это релакс маска, теплая для глаз. Прошу прощения, дочка пришла. Так вот, нежный аромат розы. 40 градусов температура нагрева этой маски, и использовать ее нужно 20 минут. Подходит она для использования в офисе, в пути, в самолете, после учебы, перед сном. Также, кому интересно, почитайте, что нам здесь пишет производитель. Девочки, маска абсолютно безопасная. Конечно же, есть меры предосторожности, которые нужно не забывать читать. Девчонки, ну я в этом Miss Rose абсолютно влюблена. И давайте я вам покажу, как выглядит эта масочка. Посмотрите, какая красота. Это, ну, скажем так, своеобразные очки. Здесь есть вот такие петельки, чтобы за ушки надевать. Посмотрите, какое оформление. Просто шикарное. Ароматы розы, честно говоря, ни я, ни Суни не услышали. Девчонки, ну она действительно классно нагревается. Она не обжигает. Настолько приятное тепло, настолько здорово ее было использовать. Использовали мы ее перед сном. Я не знаю, заслуга ли это этой маски, либо же мы просто устали. Но в этот раз мы заснули с дочкой очень-очень быстро. Есть еще одна такая масочка в запасе моего ребенка в свое время. Я ей дарила. Поэтому, конечно, с большим-большим удовольствием будем с дочкой использовать и ту маску. Ну, опять же, на двоих. Дальше хочу вам показать кусковые мыла. На самом деле у меня их закончилось достаточно большое количество. Итак, два мыла от компании Фаберлик. Первое мыло – это райские острова, тайский цветок и медовая манга. Это из моего мангового кокосового рая. Это мыльца мне приходила в подарок из пензы от Иришки. Иришка, приветик тебе огромный и большое спасибо. Девчонки, вот... А, кстати, а вот это мыло покупала я самостоятельно. Так вот, что я хотела сказать. Вообще мне мыла от Фаберлик не нравится. Единственное, вот эта вот линейка, опять я забыла, как она называется, «Путешествие к солнцу», по-моему, здесь хоть более-менее аромат какой-то есть. Он очень тонкий-тонкий-тонкий, но он хотя бы есть. Мне нравится, чтобы мыло имело яркую отдушку. Да. Ну, я еще раз повторяю, здесь аромат тонкий-тонкий. Нужно принюхиваться, и на руках он абсолютно не остается. Ну, использовала эти два кусочка с большим удовольствием. Ириш, огромное тебе спасибо. Ну, я повторяюсь, то, что я вернусь, когда в Фаберлик, эти мыла я также буду покупать, потому что мне они нравятся. Они по качеству отличные. Девчонки, ручки не сушат. Ну, да, с ароматом, конечно, на такой момент есть, но качество довольно-таки неплохое. Покажу вам два мыла, которые использовала моя сестра. Ей привозили эти кусочки из Греции. Объем у них 100 грамм. Первое мыло, это натуральное мыло на основе ослиного молока. И второе, это просто оливковое мыло. Ну, в принципе, их в России не купить, но если вдруг вам попадет эта мыльца на глаза, ну, сестра сказала, берите. По аромату, честно, что этот кусок, что этот кусок, для меня это аромат хозяйственного мыла. Но качество мыла просто отличное. Моя сестра не использует гели для душа. Очень редко, раз там в год у них может закончиться 2-3 гели для душа, в основном они купаются мылами. Ну, и вот такие вот два кусочка у них были в использовании. Она сказала, да, Тань, аромат, конечно, не фонтан, но качество у этого мыла просто отличное. Кожу ей не сушила. Ну, как-то так. Дальше. От Натальечки из Курска ко мне приезжала вот такое мыльца в подарок. Это Арифлейм Дискавер Новая Зеландия. Объем 90 грамм. Понравилось мне это мыло по аромату. Очень необычный аромат. Очень, девчонки, он такой свежий. Он вообще ни на что не похожий. Я даже не знаю, как его описать. Вот здесь нарисовано киви, но я киви не слышу. Здесь нарисован лотос. Ну, не знаю. Девчонки, ну, очень классный аромат. Но вот вы знаете, почему-то я немножко подрастроилась. Все говорили о том, что это мыло в мыльнице не раскисает, не пачкает мыльницу. Не знаю, у меня вся мыльница была зеленая. Ну, вот как-то так. Но на самом деле все это мелочи. Качество отличное. Мылица отличная. Ручки не сушат. И аромат необыкновенный. Понравилось, Наталь. Спасибо тебе огромное. Также из моего манго кокосового рая вот такое мыльце. Это фа-кокосовая вода с экстрактом кокоса. Это ухаживающее и освежающее туалетное мыло. Я вам говорила ранее, что в моей семье не любят аромат кокоса в косметике. Но смогла я обмануть и в этот раз своих домочадцев. И положила такой кусочек. Очень он им понравился. Действительно, это такой водно-кокосовый аромат с какой-то еще цветочной отдушкой. Для меня это так. Девчонки, для меня фа-кокосовая вода линеечка вообще стала просто открытием и фаворитом. Конечно, еще раз повторяюсь, все мы разные. Кому-то нравится, кому-то нет. Но мне очень понравилось. Поэтому, конечно же, повторять я обязательно буду. Еще один подарок от Иришки, который до сих пор лежит в мыльнице на кухне. Это детское мыло Король Лев сочная манго. Вы знаете, несмотря на то, что здесь, в принципе, отдушка не яркая, для меня здесь слышится манго и какая-то освежающая нотка белого чая. Не черного, не зеленого, а именно белого. Очень мне нравится использовать это мыло на кухне. И мама с большим удовольствием пользуется. Ириш, огромное тебе спасибо. Вы знаете, куплю. Вот правда куплю. Вот зацепила меня это мыло. Мыло, которое также безумно меня зацепило, это дуру. Сочный персик и знойная манго, восстанавливающее. Было двухцветное, действительно, желтая полосочка и оранжевая. Потрясающий аромат и манго. И вообще, вы знаете, на самом деле это мультифруктовый сок. Потрясающий. Полосочки остаются до конца, прям до самого-самого маленького обмылочка. Ну, нравится, нравится. Часто можно встретить в магните, в обычном магнит-косметик по акции. Поэтому, девчонки, присмотритесь. И последнее мыльце, которое я вам покажу, это мое разочарование. Честно, девчонки, аж до слез. Мыло Настиданте, Философия, Бриз. Аромат здесь базилик, лайм и... Девчонки, не скажу. Наверное, цитрусовый, может быть, кожурки. Ну, скажем тогда, извините, если вдруг я неправильно как-то что-то назвала. Простите, пожалуйста, объем 150 грамм. Мыло небюджетное. Все знают об этом. И, в общем-то, это мыло я покупала, чтобы использовать для лица и для тела. Но, к сожалению, дружба не сложилась. Почему я достала... Не кожурки, а цедры цитрусовых, девочки. Извините меня, пожалуйста. Боже мой, вот сказала. Так вот, это мыло я достала, когда я заболела. У меня пошли воспаления по лицу. Думаю, попробую, может быть, снимать воспаление. В принципе, как и заявляет производитель. Нет, девочки, воспаление с лица не убирало. Кстати, я вам говорила, что мне не очень понравился здесь аромат. Вы знаете, в мыльнице он раскрылся гораздо-гораздо лучше. Но это плюс. Я попробовала его использовать для купания. Именно помыть тело девочки. Кожу высушила так, что это просто я завыла чуть ли не белугой. Бегом выбежала из ванной комнаты быстрее что-то на себя намазывать. Я безумно расстроена, что мне таким дорогущим мылом придется мыть ручки, стирать носочки и стирать носовые платочки. Да, ну, да. Я безумно расстроена. Мне очень-очень жаль. Не подошло мне это мыло. Ну, и осталось мне здесь вам показать совсем-совсем чуть-чуть. Это ватные палочки Аура Классик. Покупала в Фикс Прайсе неплохие палочки. Но вот каждый день мне больше нравится на самом деле. Здесь очень гнется сама палочка. Это, ну, так не должно быть, мне так кажется. Бумажные платочки Лилия с ароматом персика. Покупала в Фикс Прайсе. Я вам говорила, что по качеству хорошие салфеточки вот эти, да. Но очень яркий аромат. Настолько яркий, девчонки, что когда вы болеете и чихаете, но этот аромат только раздражает и, наоборот, вызывает это самое чихание. То есть провоцирует его. Нет. В плане, когда, если вы заболевшие, да, эти платочки вообще лучше не покупать. Ватные диски я самая, а-ля прошитый край. Неплохие ватные диски, но я покупаю каждый день. Просто каждый день тогда не было, пришлось такие взять. По качеству они неплохие, но от каждой день мне больше нравится. Именно по ценовой политике, потому что эти подороже. А качество одно и то же. Также дочка моя использовала вот такие салфетки детские от компании Деликея. Вот такие с единорожкой. Очень неприятный аромат. Девчонки, не берите. Дочка оставила здесь одну салфетку. И качество салфетки, конечно, тоже очень и очень сильно хромает. Посмотрите, какая она блестящая. Это вообще. Ну и еще раз повторюсь. Аромат неприятный. Совсем неприятный. Дочка сказала, не покупает даже с моими любимыми единорожками. Использовала дочка вот такую бесцветную натуральную хну для волос. Очень она ее любит. Девчонки действительно укрепляет волосы. Ей нравится. Хватает на один раз. Вообще шикарный продукт. А стоит 8 рублей. Также использовала я скраб для лица омолаживающий. Эти два мне приходили на обзор. А этот ко мне скраб приезжал с Крыма от Леночки. Лена, приветик тебе огромный и спасибо. Все это дело я перелила в отдельную баночку и использовала как скраб для тела. Потому что для лица он действительно очень-очень жесткий. Я абсолютно согласна. По аромату он приятный. Действительно чувствуется какая-то виноградная, приятная, такая ненавязчивая нотка. Но я еще раз повторяю, что как скраб для лица он вообще абсолютно не годится. Девочки исцарапают кожу лица просто вдрызг. Использовала я вот такую маску. Это у нас лицо без проблем от компании Флорисан. Маска грязевая прополис плюс цинк от прыщей и угревой сыпи. Очищает поры, устраняет угри и прыщи. Снимает воспаление. Девчонки, классно.